Субботники, чистые четверги, как бы ни назывались массовые мероприятия, связанные с уборкой мусора, суть остается одна. Это наведение и поддержание чистоты там, где ты живешь, работаешь или отдыхаешь. Кипит работа и в Твери. Активисты, вооруженные медлами и граблями, выходят на борьбу с мусором. Поле боя не только дворы многоэтажек. Приводится в порядок спортплощадки, берега Волги, скверы и парки. Причем такая тенденция с каждым годом все больше и больше набирает обороты. Сколько мусора уже собрали тверские добровольцы в начале этого сезона, взвесил наш корреспондент. Массовые субботники появились в жизни граждан еще при царской России, а в советское время стали неотъемлемой частью жизни трудящихся. Сегодня коллективная уборка дворов, территорий, организаций и общественных мест тоже стала обычным делом. Появляются даже специальные экоотряды. На тропу войны с мусором встают сотрудники предприятий, учащиеся спортсмены и просто неравнодушные граждане. Кстати, большинство жителей Твери уже в рядах активистов. Кто-то убирается в собственном дворе, а кто-то выходит на общегородские субботники. Я обычно во дворе дома участвую в субботниках. Для окружающей среды очень хорошо и упрощает вообще работу уборщиков. Мне кажется, как-то это более правильно, приучает к порядку. Не может прям город это всем заниматься один, управление. Все-таки большой город, тяжело это делать. А люди почему нет? Им же тоже приятнее будет находиться на хорошо благоустроенной территории. Я считаю, что это очень важно. Благодаря таким мероприятиям жизнь становится лучше, я думаю. Так, ко всемирному дню окружающей среды более 200 участников собрали с берегов константиновских карьеров более 16 кубов мусора. Ежегодно порядок наводится на берегах Волки в разных районах города. Убираются скверы и парки. Все руками добровольцев. Еще одна новая тенденция последних лет – наведение чистоты на общественных спортплощадках. Сыдем, что у старого Суворовского училища пользуются популярностью у тверских любителей спорта. Но, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. В данном случае любишь бегать, люби и на субботники ходить. Сюда и зимой, и летом приходят тренироваться тысячи тверичан. Место популярное и, безусловно, требующее хозяйской руки. В первые выходные дни июня инициатор, житель Твери, спортсмен Наиб Исмаилов и еще около 20 активистов объединились в спортивную команду и принялись за работу. На этом стадионе мы проводим субботник ежегодно. Мы проводим покрасочные работы инвентаря, покостровы, уборку мусора. Нужные руки как можно больше. 25 человек – это мало для данного мероприятия. Хотелось бы в два раза больше. Узнав об инициативе любителей спорта, подключились предприниматели. Они приобрели краску для конструкции и скамеек. Но на этом точка не поставлена. Теперь по плану скосить траву на футбольном поле. Активисты вот уже пять лет организуют массовые уборки территорий, причем не только в Твери, и отмечают рост интереса у населения к таким мероприятиям. Я субботниками занимаюсь уже довольно-таки давно. И в последние годы они приобретают такую масштабность. То есть мы не только на этом стадионе, мы не только в Твери. Потихоньку набираем масштабность, набираем нерадушных людей, наших единомышленников. И мы расширяем свою географию. Благодаря таким воинам чистоты иногда субботники перерастают в большие проекты. Так было и с территории Волынского кладбища. Сейчас там, можно сказать, музей под открытым небом. Восстановленные старинные памятники благоустроенной территории. Еще три года назад Некрополь напоминал пустыры с залежами бытового мусора, который регулярно выходил убирать активист Заволжского района Владимир Пимонов. Но, как оказалось, хороший пример тоже заразителен. Вначале он работал один, затем уже присоединились и жители частного сектора. Беречь и содержать в чистоте родную природу, значит сохранять жизнь и здоровье жителей Верхневолжья. Это отметила глава региона Игоря Рудени. Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений. Безусловно, можно переводить стрелки на управляющие компании, административные ресурсы, которые должны по долгу службы поддерживать порядки на определенных территориях. Но, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И еще очень важная мудрость – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Продолжение следует...